В понедельник 21 ноября спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила о том, что 21 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане Украины. И вот на эту минуту все шестеро погибших, уже произведена идентификация тел, все шестеро погибших в ДТП при участии автобусов в Ростовской области Российской Федерации являются гражданами Украины. Я напомню, что накануне во всем мире отмечался день памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Смертельные случаи на дорогах, к сожалению, происходят каждый день. Берегите себя и своих близких. С такой новости мы начинаем вечер на седьмом и будем говорить о будущем, потому что жизнь продолжается. Я напомню, что Кабинет Министров Украины утвердил 19 приоритетных профессий на их финансирование. В 2017 году правительство планирует потратить 170 миллионов гривен. Об этом заявила пресс-служба Минобразования еще 16 ноября. В нашей студии, надеюсь, на телефонной связи будет один из представителей Центрального аппарата Министерства образования и науки Украины. Об этом чуть позже. А давайте напомним. Вот вообще тема профтехобразования, и через секунду я представляю наших гостей, она в этом году в стране обсуждается очень бурно. Мы помним, как передали профтехобразование на поруки местным органам власти, они должны теперь финансировать ПТУ. Так по-старому все это дело называлось. Что получилось? К чему идем в будущем? Рынок труда. В стране нужны рабочие руки. Интерактивный опрос на сегодня. Что для вас главное в выборе профессии? Давайте вспомним, а кто ты посоветуй своим детям. Ее востребованность в будущем один из вариантов ответа. Оплата труда сейчас, а завтра хоть потоп и все работы хороши, выбирай на вкус. А сейчас, буквально через несколько секунд, в этой студии Владимир Гройсман, который и говорит как раз о профтехобразовании, причем говорил еще несколько месяцев назад, когда был спикером Верховной Рады Украины. Давайте слушаем. Это, на самом деле, стратегическое вопрос для государства. Сейчас у нас стан профессийно-технической обучения, мягко говоря, незадовольным. Поэтому в системе нужно делать соответствующие изменения. И если местные громады, а они как господи территории, включаются в процесс, это только един, они будут инвестировать в качество кадров, которые готовит профессийно-техническая обучения. И это очевидно. Но местные бюджеты, разные, не можно в село передавать ПТУ. Что это не понимало? И вот это была самая главная стратегическая ошибка, что передали на самый базовый уровень, там, где просто немае денег. Сейчас мы с вами відновимы эту справедливость. Мы регулируем парламентом это вопрос и дамо возможность развивать профтехосвиту. Я хочу, чтобы та людина, которая закончила ПТУ, имела высокие качества своих профессиональных способностей. Вот это важно. И вот такими решениями мы этого добьемся. Иначе система, которая сейчас есть, она будет и дальше выкидывать на Узбича ПТУ. Ну вот это желание тогда еще спикера Верховной Рады, а ныне главы Кабинета Министра Украины Владимира Гройсмана, оно вполне пересекается и с нашими желаниями, потому что хочется, чтобы действительно в стране появились качественные рабочие, которых, ну насколько известно всему обществу, да, без привлечения сегодня их не хватает. Итак, Галина Пономарева, бывший директор Департамента образования и науки, Одесской областной государственной администрации, гости нашей программы. В этом качестве мы вас представим. Александр Золотонос, сегодня он политический эксперт. Еще буквально месяц-полтора назад Александр тоже был сотрудником этого департамента. Мы много говорили, пока Саша был на государственной службе как раз о профтехобразовании. Вот сегодня вам слово. Вы тогда что-то скрывали или как? Не хотели говорить, Саша? Нет, договорились. Галина, давайте с него начнем. Что он скрывал, почему не приходил на эфиры? Саш, вот Гройсман выступил, сказал, вот определены престижные профессии, приоритетные профессии, рабочие профессии. Приоритетные, да. Хотелось бы, чтобы престижные, да, это оговорка по фрейду. Итак, почему вы не шли все-таки на эфир и ситуация сегодня с профтехобразованием в нашем регионе? На страну замахиваться пока не будем. Ой, так много вопросов сразу в кучку. Значит, по поводу эфира, почему не ходил, потому что все-таки была попытка что-то реформировать, говорить хотелось уже по результату, что получилось, а не в ходе самого процесса. По состоянию, ну, слава тебе Господи, удалось сохранить все на сегодняшний день профтехобразованием, все училища, которые были и до этого, там несколько в Одессе объединились, остальные живы-здоровы, никто никого не сократил, хотя были под угрозой ряд учебных заведений и их вообще существование. Они не то, что были под угрозой, они и сегодня являются под угрозой. С чем это связано? Связано с тем, что в законе о государственном бюджете на 2016 год было прописано, что финансирование передается на уровень области и на уровень городов областного значения, не было только областные центры, а именно городов областного значения. Таким образом, небольшие города, там, Белгороднестровский, Измаил, Теплодар, Балта, Католс должны были сами финансировать свои учебные заведения. Часть потянула это финансирование, но часть такие, как дотационный на сегодняшний день Теплодар, ну, серьезная была угроза закрытия, собственно, самого учебного заведения, потому что долг большой был. Только субвенция государственного бюджета прямая удалось погасить вот этот вот долг и оставить существование, по крайней мере, на сегодняшний день самого учебного заведения. Что будет с другими городами, это большой вопрос. Возможно, в Величевске объединятся два, возможно, в Измаиле, ну, там по два учебных заведения. Это уже будет решение либо самих горсоветов, либо это будет решение области. Дело в том, что было отдано только финансирование. Управление оставалось все равно за Министерством образования и за Департаментом образования областного уровня. Никто на места управления не передавал, и даже в город Одессу тоже управления передано не было. Если будет передаваться и управление в города областного значения, тогда мы увидим раздел, то есть город Одесса будет сама решать, какое количество им нужно. Там город Ильичевск сам, город Измаил сам, что, по факту, можем говорить, частично уже произошло. Измаилевский городской исполком, точнее, не совет, принял там уже решение, самостоятельно, скажем так, приняло решение о том, что два училища профессионального образования уже входят в структуру ихнего, скажем так, горано. Хотя это решение не совсем законно, потому что, как я уже говорил, не передавали. Что говорить о состоянии? Состояние такое же, собственно, как и по всей Украине. И, несмотря на то, что попытка реформирования, она продолжается, и с боку департамента образования, с боку министерства, но это не вопрос одного дня и не вопрос одного сезона, скажем так, и учебного года. Поэтому над этим надо еще работать и работать. Я очень вам дякую. С нами на трехованном связи Павло Кузьмич Хобзе, заступник министра освіти и науки Украины. Вітаю вас в нашей студии. Пане Павло, за вопрос такого плана, визначено пріоритетні професії в Украине, саме для профтехосвіти. Это, скажем так, реакция на выклики часу, или что-то еще? Ну, зокрема, можливо, якась экономия бюджетных грошей. Ну, насправді, пріоритетні дійсно визначені, але це не тішу переліку в постанове Кабінета Міністра. Бо для нас программи уряду визначені пріоритетні три спеціальності. Це швеї, кравці, це є сантенки, трактористи і комбайнери для аграрного сектора. Це ці три пріоритетні. Цей список загального державного значения, він має зовсім іншу природу. І він повязаний насамперед зміною системи фінансування профсійно-технічного училища. Ви знаєте, що у 2016 році профсійно-технічного училища віддані на фінансування місцевим бюджетом цієї області і міста обласного значения. І цей досвід був для нас поверний, але дуже важкий. І коли була призначена міністром Лілія Гриневич, то одна з перших нарад з міністром фінансів була присвячена фінансуванню профтехосвіти і як виходити з цією ситуацією. І ми говорили про рік 2016, з якого нормально зараз виходимо, і рік 2017 наступний. І власне тоді на цій першій спільній нараді було домовленість про те, що фінансування профтехосвіти буде з кілька ОРЛ. Перше, чого не було, це є субвенція, і вона в проєкті закона на 2017 рік становить 2 мільярди гривень на здобуття повної середньої освіти. Це є конституційна норма. І ті учні, які після 9 класу продовжують навчання в професійних училищах, з державної субвенції повинна йти підтримка, бо це є гарантії держави. А цього не було в 2016 році. Друге, от власне ми казали, що треба визначити перелік загально-державного значення. В нашому розумінні, може було б даліше назвати на даний рік, коли немає фінансування, це ті унікальні професії, які готуються в одному училищі для цілої України. Тому що ми мали такі розмови міських голів, ми повинні з власних доходів витрачати кошти на підготовку тих лакетів, які нашому місту не потрібні. Наприклад, це є бурильники, є одне училище в Старію, яке готує для цілої України, і там є чотири спеціальності. Є, скажімо, фрезерувальники і так далі. Тобто є виноградар теж в іному училищі, а потреба досить велика. Там є бджоляр, який в кількох училищах, але потреба теж дуже велика і не в кожній області. Були вибрані ті спеціальності, які училища готують не тільки для своєї області, а для інших областей або цілої України. Цей список спочатку у нас був 100 професій, потім 50, потім 24. І зараз власне він залишився в цьому вигляді, де вибрані, я би так сказав, важливі, але швидше унікальні професії. От яка перебувала цього списку. Цей список затверджується постановою Кабінету Міністрів. Я сподіваюся, коли буде краща бюджетна ситуація, бо в цьому році в проєкті бюджету на 2017 рік виділено 169,8 мільйона гривень на підготовку робітничих кадрів з даних спеціальностей. А на наступний рік, як буде краща ситуація, можливо тоді крім унікальник, ми зможемо взяти і ті три приоритетні, які визначили програми уряду. Ось така природа списку. Дуже вам дякую за ваш коментар, все вам найкращу. Я напомню нашим телезрителям, що ввечері на седьмому на прямій телефонній связі був заміститель Міністра образовання і науки України Павел Хабзей. Коллеги, я обращаюсь к Галене Пономарєвою. Ви услышали коментарі, на мій взгляд, доволі професіональні, заміністра образовання і науки. Дякую, действительно, Минобразовання напоминає і говорять о тому, що по остальним професіям, необхідних для обслуживання містної інфраструктури, все вот ці заботи, всі фінансування возлагається теперь на плечі містних советів. Що вас, возможно, не удовлетворило в отвіте за міністра і що б, наверное, хотілося б подкорректирувати? Щас обращаюсь к вам теж як експерту, а не бувшому директору департаменту. Ну, я б не говорила, що я експерт, я не знаю, хто це люди, експерты. Мені непонятно, хто це, але не суть ваша. Це з категории общественників. Возможно. Основна моя спеціальність, це даже не спеціальність, а сферодіятельність, це все-таки высшая школа. І останні роки – це міжнародна економічна, міжнародні економічні відношення, Україна в мировому хозяйстві і в цих глобальних процесах. Ви почувствують подвох в моєму вопросі. Я хочу, є ли міжнародний опыти в цьому плані, теж услышати? Подготовки профтех. Однозначно, є міжнародний опыти. І даже мой опыти не такий уж долгий на посту директора департамента. У нас були встречи і тренинги з австрийським культурцентром. І тут, в нашому областному одеському інституті віддосконалення в ЧТЛИВ проводились такі тренинги. Однозначно, ми, кстати, одні з первих в Україні, даже, я скажу, первих в Україні. Ещё в прошлом году начали формувати советы стейкхолдера. Вот Александр сам в этом участвовал. То есть мы начали этот мировой опыт нарабатывать. Но я хочу заметить, что вот, ну, если посмотреть сверху, да, вот с той точки зрения той самой глобальной экономики, Украина сейчас это уникальная, ну, как уникальный эксперимент. Мы или можем вернуться назад, или вот в этой точке бифуркации пойти вперёд. И как раз таки все дебаты сейчас идут о том, насколько современен этот перечень профессий. Если мы смотрим вперёд, то, наверное, где-то он не совсем такой, как хотелось бы. Но если смотреть на те реалии, которые существуют сейчас, финансирование, те специалисты, которые необходимы сейчас для обслуживания уже существующей инфраструктуры, то слияние экономики и социальной сферы, которая, к сожалению, у нас тянется и тянется, когда нет денег просто на содержание училищ, и ещё социальная составляющая, не секрет, что дети-сироты, это большой контингент именно у всех закладах. И необходимо выплачивать ещё и эту часть денежного, как правильно сказать, пособия. Естественно, всё это становится неподъёмным тягарем для местных бюджетов. Смотря с какой точки зрения посмотреть, понятно, что министерство работает здесь и сейчас. И департамент наш тоже готовил такой же перечень профессий. Некоторые из них мы увидели здесь, хотя, конечно же, не все. И если кому-то кажется странным такой перечень, то нужно просто подумать, то ли мы хотим сейчас это всё поломать. И двигаться дальше. Ну вот, да, вот, однозначно двигаться дальше. То ли это шоковые реформы здесь и сейчас, то ли мы, ну что ли, растянем их во времени и сделаем более, ну не такими болезненными. Но однозначно это должно быть... Но насколько эффективными тогда возникают вопросы, насколько мы в этой точке невозврата, если хотите так назову, можем задержаться? Да, не возврата, однозначно. Ну я вообще-то за то, чтобы ломать. Это вот такое моё мнение, исходя из моей личной истории, откуда я приехала, наверное, многие знают. Я за то, чтобы ломать. Саша, ваше мнение, ломать? Ну, эти, как говорят, ломать не строй. Смотрите, мы попытались поломать. То есть, не то, чтобы ломать. Это слово ломать я бы здесь не употреблял. Дело в том, что... Ну давайте тогда не говорить и оптимизировать тоже. Мне не нравится это слово. Мне тоже не нравится. Хорошо, мы попытались реформировать. Хорошо, хотя бы понять, из чего это всё состоит и в какую сторону двигаться дальше. Большая часть, к сожалению, и департаментов областных, и, собственно, министерство этим не занималось. В чём состояла наша основная задача? Первое, узнать, что требует сегодня рынок труда. Реальный рынок труда. Что требует... Что мы можем дать с точки зрения образования и сколько его надо. То есть, мы пытаемся уже очень много времени говорить о том, что образование – это бизнес. Но почему-то нас не слышит государство. Университеты хотят зарабатывать, ПТУ хотят зарабатывать. И государства, точнее, государственные чиновники тоже хотят зарабатывать. Вот это нужно разграничить. Нужно разграничить социальную составляющую. На ней всегда зарабатывали чиновники, зарабатывали какие-то себе дивиденды и не пытались узнать, какие же нужны реальные потребности. Что сделали мы? Мы посчитали, какое количество выпускников мы готовим каждый год. Мы взяли данные центров занятости. Мы запросили от всех райадминистраций, городадминистраций, горысполкомов. То есть, до вашей вот этой работы, до вашего этого желания, такого мониторинга никто не проводил? Системного нет. Это были вот такие пачки таблиц. Это с какого года? Это со времен обретения независимости, наверное? Нет. Я думаю, что были такие исследования. Но они не... Ну, в смысле, не требовалось их так актуализировать. Они были однозначно. Статистика собиралась, она обрабатывалась, она... Почему я статистика собиралась? Более того, да. Люди понимали, что мы готовим намного больше, чем мы требуем. Ну, то есть, требует рынок. Вот такой вот профессии намного меньше. Вот такой вот. Но если реально, да, там, подойти к этому вопросу, тогда надо это ПТУ закрыть, да, это ПТУ увеличить. А это люди, это заработная плата, это здание. С этим нужно что-то делать. То есть, не было политической воли к этой оптимизации. Но мы провели такое исследование и попытались, так как финансирует уже область, попытались выйти с проведенными нашими там и данными, сделать такой региональный заказ, который бы действительно отвечал потребностям. Да, конечно, благодаря депутатам облсовета этот заказ был поднят. Ну, потому что дайте мы ему ПТУ. Это политика. Если можно, то я добавлю, что это исследование и было заказом областного совета в какой-то степени. То есть, было сказано, что так, как было, не будет. Ну, на самом деле, потом уже была коррекция, да, там, где-то депутаты подкорректировали, где-то нажали на нас, где-то нажали на департамент финансов, выделите. Хотя сегодня мы видим по задолженности Одесской области перед ПТУ, зря мы это сделали, там, действительно, можно было еще больше оптимизировать. Но, как бы там ни было, мы все, если изначально мы вынесли проект сокращения на 30%, то реально он вошел там на 20%, там все равно этот проект сокращения был. Чего остальные области не сделали. То есть, они и так продолжают по старинке финансировать незаполненные группы, мертвые души. Я прошу прощения, но огромнейшее количество пенсионеров, преподавателей, которые работают в этом ПТУ, плюс еще работают там какие-то сантехники, уборщики. То есть, вы сейчас говорите о тех средствах, которые теряют местные бюджеты, государственные бюджеты, вот только на тех вещах, которые вы сейчас озвучили. Вот только что Павел Кузьмич сказал, да, там на субвенцию выделится 2 миллиарда. У меня огромнейший такой вопрос. Спрашивается, а зачем? То есть, есть школа в селе, где 10 классов, 10 человек в 10-11 классе, то есть в старшей школе, да? 5 остается учиться до 10-11 класса, их класс не закрывают, или 6 там надо, по-моему, минимум, да? А 5 уходят в ПТУ. То есть, мы платим зарплату учителям школы, мы обогреваем школу, для того, чтобы учились 5, и мы даем деньги тому же ПТУ, где будут учиться остальные 5. Таким образом, государственную субвенцию мы распыляем. Вместо того, чтобы сделать, либо убрать из системы ПТУ на доня загальной средней освиты, то есть полного среднего образования, либо обязать, что должно быть обязательно среднее образование, как это было в советское время, и они должны его получать в школе. А потом уже идти и получать профессию. Потому что получается, что для того, чтобы стать парикмахером, нужно в ПТУ проучиться 2,5 года. В то же время, на курсах 3 месяца, да? Саша, я вам скажу так, в военном училище я без курсов, правда, с военной машинкой, мог встречу уже через пару раз, да? Пару голов пострадали, правда? 3,5 года, 60 тысяч гривен. И курсы, которые стоят 3 тысячи гривен. Государству дешевле дать прямую субвенцию выпускнику школы, вот тебе 3 тысячи гривен, или не 3 тысячи гривен, понятно, непонятно, куда израсходится. Сертификат на получение профессии, там, допустим, парикмахера. Поэтому в Одесской области, в области, мы не дали ни одному училищу заказ на вот такие профессии, где можно пойти и закончить кучу. Ни на парикмахеров мы не давали. Город себе оставил, там, город Одесса. А мы убрали, там, компьютерный набор, оператор компьютерного набора. Ну, сегодня, ну, это устарело, ну, дети с 5 лет уже знают, как набирать. А мы продолжаем в сельских училищах набирать оператор. Ну, надо заметить, что он оставался именно в интегрированной специальности. Его практически... Что там, в бухгалтерии? Да. То есть отдельно его не было, его включали именно в интегрированные специальности. Но сама постановка, вот то, о чем я говорю, или мы смотрим в будущее, или мы оглядываемся куда-то... Смотрите, вот этот мониторинг провели, да, какие-то выводы сделали. Вы уже сегодня не на государственной службе. Так получилось. Я сейчас не о причинах того, что произошло. Движение дальше. Министерство, я понимаю, да, там такие же оптимисты, как и я. Я верю в светлое будущее, и все будет доброе, да, Саша? Тем не менее, а что действительно дальше? Вот что дальше? А дальше местные советы... Я сейчас еще про высшую школу спрошу. А высшая школа кого ждет? Нужно ли профтехобразование для высшей школы? Вот какой-то подбазис, я не знаю, там, да, или нет? Ну, подбазис, я бы сказала, что, ну, только в плане развития какого-то своего... ...круппозора, направления, совершенствования, да, с целью получить более высокую квалификацию, сделать карьеру и так далее. Вообще-то, две разные ветки. Хотя, конечно же, высшее образование вполне может стать продолжением профтехобразования, но не обязательно. И все-таки, коллеги, что дальше? Вот вы подошли к определенной точке, уже, надеюсь, отошли от точки невозврата. Все-таки ваша мечта сбывается, мы хоть чуть-чуть, вы хоть чуть-чуть пошли вперед. А вот направление развития дальше, профтехобразование, насколько завтра вместе с вами в этой студии вполне вероятно, или в другой мы будем такими же оптимистами? Вы знаете, я вот в качестве директора наблюдала в начале года эти реакции. Когда мы собирали директоров, говорили им, давайте вы сами сделайте, вот Александр помнит, эту оптимизацию. Пока что со своей точки зрения. И слышали в ответ? Говорили, зачем? Мы говорим, ну как же, денег нет, будут. Будут. Мы делать ничего не будем. Люди не привыкли, они не хотят. Ну и, в принципе, может быть, имеют на это право. Поскольку за столько лет их уже так как бы и приучили. Ну, вы извините за сравнение, это уже похоже на некую собачку Павлова. Да, лампочка зажглась ей. Ну, не совсем так. Я грубо говорю. Не совсем так. Многие из них все-таки вложили часть души, своей жизни в эти училища. Я не отрицаю этого, конечно. И, конечно же, ломать то, что они делали. Но я думаю, что уже ко второму году придет понимание, что это неизбежно. Деньги с неба не падают. Местные советы отрывать и дальше от себя не будут. Оптимизация, реконструкция. Назвать это как угодно, если не хотите словом ломать. Но принципы образования во всем мире, они совершенно иные, чем были у нас в этом профтехобразовании. То есть все равно мы к этому приходим и должны прийти. Иначе все. Первое и главное, я считаю, к чему мы должны прийти, и что мы попытались сделать с этими советами стейкхолдеров, мы как департамент областной, министерство тоже к этому приходит. В том, что бизнес должен платить за образование. За квалификацию своих рабочих. Советский Союз закончился. Социально мы уже это не потянем. То есть тебе нужны рабочие, качественные. Пожалуйста, плати. Участвуй в этом. Каким образом заставить работодателя платить? У нас огромное количество... То есть скажу пафосно, инвестиции в будущее. Да, привлечь. Заставить. Да, потому что я смотрю, как интерактив у нас проходит голосование. Я, конечно, честно говоря, немножко в шоке. Я удручен этими цифрами. Сейчас они есть на экране. Буквально через несколько минут мы подведем уже окончательные итоги. Что главное в выборе профессии? Наши телезрители отвечают. Оплата труда сейчас, а потом хоть потоп. Давайте я сейчас прокомментирую. Оплата труда хоть сейчас. Согласен, абсолютно. Тоже соглашусь. Согласен. Но если у тебя твоя специальность на сегодняшний день не востребована, пожалуйста, наши профтехучилища должны давать курсовую подготовку и буквально полгода иметь возможность тебя переквалифицировать на ту специальность, которая сегодня является востребованной, которая сегодня оплачивает. То есть система профобразования должна быть очень гибкой. Это не высшая школа с устоявшимися научными школами какими-то, где нужно очень долго учиться для того, чтобы получить какую-то ученую степень и тому подобные вещи. Это система профтехобразования. И она не должна 3,5 года учить парикмахера. Не должна. Где за полгода... Не любите вы парикмахера? Да дело не в этом. Оператора компьютерного набора, где за полгода тебя могут переквалифицировать. Там ты был плиточник, какой-то строитель, да, сегодня там больше получают маляра или там еще кто-нибудь, ты пришел за полгода и получил переквалификацию. Вот по этому пути должно пойти Министерство образования сделать гибче и сделать проще. И опять же, очень серьезно пересмотреть вопрос полного среднего образования. И второе, на чем всегда государство пытается заработать какие-то политические дивиденды и финансовые дивиденды, это содержание социальной сферы. Понятно, их нужно куда-то девать, эти дети из неблагополучных семей. Есть огромные категории, с которыми мы сталкиваемся. Но не надо сбрасывать это на образование. Тогда образование никогда не станет бизнесом и никогда не будет приносить нормальные деньги. Я скажу так, я вас слушаю и понимаю, что выборы в нашей стране, будь то местные, тем более парламентские, я сейчас не с политической точки зрения, а с точки зрения здравомыслящего, надеюсь, гражданина, надо проводить лет этак через несколько, да, чтобы как минимум вот эта реформа, о которой мы сегодня рассуждаем, она хоть чуть-чуть пошла дальше. И когда не будет популистских обещаний, что сделаем так или иначе. Вопрос в том, пойдет ли она дальше, либо она остановится, либо она сделает шаг назад. Почему я вам скажу, вот министерство, когда, не министерство, да, там депутаты отдали под финансовое управление системой ПТО, они поняли, что они ее теряют, теряют над ней контроль финансовые потоки, в конце концов. Мы можем об этом говорить, да, и сегодня уже шаг назад, а не, давайте как-то вернемся, давайте... Галина, ваш комментарий к тому, что сказал Александр, и мы выходим уже на финал программы. Однозначно, как и сказал Александр, нужно двигаться вперед, становиться гибче, адаптированней, и какой-то хороший, иностранный опыт адаптировать под себя. Не просто бездумно его сюда переносить. Как иногда кажется, что просто взять чью-то модель, вот сюда ее поставить, и она приживется. А утром просненем сюда, а за другом государстве. Однозначно нет. Без нас ничего не будет. Ключевое мнение, на мой взгляд, тем более это символично, извините, тоже за некую пафосность, тем не менее, когда мы об этом говорим в годовщину свободы и достоинства. Наверное, это главное, да, достоинство, начинать с себя в том числе. Итак, что для вас главное в выборе профессии? Ее востребованность в будущем, оплата труда сейчас, завтра хоть потом, все работы хороши, выбираем на вкус. Вот ноль, полный ноль, третий вариант ответа. 25%, 20% к финалу готовы инвестировать в будущее, и 80% говорят, после нас хоть потом, оплата труда сейчас. Комментарий по 10-15 секунд у вас к тому, к чему мы вышли в финале, к цифрам. Галина? Я думаю, постепенно изменится. Ну, скажем так, надежда умирает последней, надежда такая есть. Ну, Саша, свой ответ уже. Ситуация связана не с образованием, ситуация связана с экономической и социальной составляющей сегодня. Все, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в студии прямого эфира буквально через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок